МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В два автобусных маршрута внесены изменения, которые наверняка понравятся жителям округа. Предусмотрено 16 заездов по будним дням и 8 заездов по выходным дням. Участники клуба «Активное долголетие» проводят тренировки на свежем воздухе. Растягиваем позвоночник и медленно поднимаемся. Видное становится ярче от цветочных насаждений, как оценивают краски лета жители города. Действительно очень много цветов высажено. У администрации там очень красиво. По просьбам жителей округа внесены изменения в расписание сразу двух маршрутов общественного транспорта. Дополнительные зигзаги появились в движении автобусов под номерами 44 «Слободовидное» и 29 «Видное» поселок Володарского. Изменения вступили в силу с 1 июля нынешнего года. Раньше 44 автобусный маршрут пролегал прямо по Каширскому шоссе. Сейчас организован заезд на территорию северной промзоны. Отметим, что автобус на данном маршруте курсирует лишь по будням. Администрации Ленинского городского округа был заключен новый контракт с перевозчиком ООО «Альфа-Грант». Данным контрактом мы предусмотрели желание предпринимателей северной промзоны, чтобы к ним заезжал автобусный маршрут. Всего будет 4 заезда в промзону 2 утром и 2 вечером. Маршрут 29 автобуса также был изменен. Раньше он пролегал мимо микрорайона пригород Лесное, теперь будет проходить по его центральной улице. Предусмотрено 16 заездов по будним дням и 8 заездов по выходным дням. Мы увеличили транспортную работу на один автобус. То есть ранее работало на этом маршруте два автобуса большого класса. Сейчас к ним добавился еще один маршрут автобус среднего класса. Время в пути составляет до 60 минут. Из них заезд в ЖК пригород Лесное занимает 15 минут. Оплатить проезд на маршруте можно с помощью социальных, банковских и транспортных карт «Стрелки» и «Тройки». В 2024 году Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования в домах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством и главами муниципалитетов. 1 января следующего года эти полномочия будут лишь у МОЗ «Облгаза», что позволит усилить контроль за исправностью оборудования и безопасностью жителей, а также защитить от мошенников. В ходе техобслуживания проведут проверку газовых приборов на предмет утечек и их устранения, чистку котлов и колонок, проверку тяги дымохода ветканалов, схемы подключения, счетчика и элементов систем безопасности, настройку параметров сжигания газа и инструктаж по безопасности. Сейчас в рамках областной акции проводится замена гибкой подводки газоснабжения в жилых помещениях. На данный момент обновили уже около тысячи единиц. Также продолжается установка датчиков утечки газа. До конца 2023 года в рамках капитального ремонта планируется оборудовать такими приборами свыше 100 муниципальных помещений и порядка тысячи жилых квартир. Еще более 700 датчиков установят за счет средств собственников. Скандинавская ходьба все больше завоевывает популярность среди россиян. Причем больше всего поклонников у нее среди участников губернаторской программы «Активное долголетие». С ними о секретах этого вида спорта и поговорила наш корреспондент Екатерина Борисова. Занятия по скандинавской ходьбе активных долголетов начинаются с обязательной разминки. Перед любыми физическими нагрузками нужно разогреть мышцы и подготовить суставы. Растягиваем позвоночник и медленно поднимаемся и соединяем лопатки. Серебряный волонтер по скандинавской ходьбе Валентина Денисова проводит такие занятия для получателей услуг Центра социального обслуживания «Домодедовский» в Витнам три раза в неделю. Каждая состоит из трех этапов разминки, двух этапов ходьбы и закрепительных упражнений. 15 человек на занятии – это немного. Лето все-таки, дачный сезон, говорит Валентина. Обычно скандинавскую ходьбу стараются не пропускать. Ведь все наслышаны о ее пользе и оздоравливающем влиянии на организм. Оздоравливается полностью, омолаживается весь организм, потому что работают все части тела. Вы приводите все это в движение. Поэтому, вы знаете, это просто здорово. Елена Павловна Абаканова уже четыре года регулярно посещает Витнский филиал Центра социального обслуживания «Домодедовский». Именно здесь, несколько лет назад, она увлеклась скандинавской ходьбой и почувствовала на себе ее омолаживающий эффект. Это очень хорошо, потому что мы лучше ходим, лучше действуют руки, ноги, дыхательный весь аппарат прокачивается. Но вообще это очень оздоровительно и очень бодрительно. И, конечно, немаловажную роль здесь играет живое общение. Проходя по тенистам аллеям парка, можно поболтать о чем угодно. Разговор спорту не помеха. Да, у нас отличная команда. Мы все друг друга поддерживаем. Активная жизнь, мы дружим все, общаемся. Кстати, скандинавская ходьба не имеет возрастных ограничений. Тренеры советуют лишь прислушиваться к своему организму. И давать ему такую нагрузку, справиться с которой будет под силу. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали четверых жителей города Видное. Они подозреваются в серии мошенничеств с объектами недвижимости. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы злоумышленники получали информацию о скончавшихся гражданах, не имевших наследников. Аферисты изготавливали поддельные договоры купли-продажи. На основании фиктивных нотариальных доверенностей они регистрировали право собственности на граждан, которые имели неизлечимое заболевание или вели асоциальный образ жизни. Затем переоформляли недвижимость на одного из аферистов, который продавал ее добросовестным приобретателям. Я приобрел, получается, квартиру, которая была незаконно оформлена. Следователем Следственного управления ОМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим в виде домашнего ареста и еще одному в виде запрета определенных действий. Ярких территорий в городе становится все больше. Благодаря поэтапной высадке растения радуют видновчан несколько месяцев. О том, как создаются уличные цветники, расскажем в нашем следующем сюжете. Цветы – одно из главных летних украшений города. Яркие клумбы радуют жителей во дворах, на площадях и на главных пешеходных улицах. Также прекрасные цветочные композиции создают и вдоль автомобильных дорог. Всего за несколько часов сотрудники зеленого хозяйства МБО «Благоустройство» оформили цветочную композицию на Донбасской улице при въезде в город. Здесь мы будем высаживать алису и цинерарий. И несколько многолетников. На стульцине несколько очетов. Это многолетники, которые мы высадим в этих двух клуберниках. Да, их пересаживать не надо. Они у нас вот здесь тоже многолетники, и они остаются в зиму. Благодаря поэтапной высадке городские цветы радуют видновчан с апреля по октябрь. Клумбы украшают и многолетние растения. Специалисты также наблюдают за их ростом, контролируют полив и уход. Чем хороши многолетники? То, что они потом, если они приживаются, растут хорошо, и за ними меньше уход, и они свою красоту отдают уже по мере того, как они будут вырастать. Вера Косякова, работник зеленого хозяйства МБО «Благоустройство», более 20 лет занимается оформлением городских цветников. Сколько за это время посадила растений, никогда не считала. Искренне любит свое дело. Конечно, это во всех профессиях такое. И руки, и характер, и отношения к работе. Все здесь взаимосвязано. Всего в городе за весенний-летний период было высажено более 400 тысяч цветов и растений разных видов. На некоторых клумбах цветы посажены строго по оттенкам, начиная от нежно-сиреневого и заканчивая темно-фиолетовым. Сейчас посадка цветов завершена. Работники благоустройства приступают к уходу за растениями. Прополки, подрезки, очистки от засохших листьев. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. В продолжение темы. Наш корреспондент Юлия Погосян вышла на улицы Видного, чтобы спросить у жителей, замечают ли они, как в летний период преображается город и какие клумбы им больше всего по душе. Многие согласятся с выражением, что лето – это маленькая жизнь. Расцветает не только природа, но и душа. В городской среде поднятию настроения способствуют всевозможные клумбы, которые раскинулись на просторах Ленинского городского округа. Что о них думают видновчане? Мне нравится город. Мы живем уже 4 года. Красота необыкновенная. И когда я по весне шла по нашему городу, город весь в тюльпанах. И почему-то у меня было мнение, почему город видный называется видным. Почему его не назвали городом тюльпан? Вообще в последнее время гуляю много. И наслаждаюсь. Я думаю, реально просто делается, видно, что что-то делается. Все время что-то улучшается. Я дочери отправляю ход, она далеко живет. Она очень хочет приехать и посмотреть, видное. Оно преобразилось. Очень много зелени. Я имею в виду цветов. Красота. Я вообще видно очень люблю, особенно старую его часть. Я считаю, что он прекрасно благоустроен. Очень красивый город. А настроение летнему способствует все это? Конечно. Ну а как же? Город очень красивый. Я здесь родилась и знаю, какой он был раньше, какой он стал сейчас. Замечаете ли вы, как в летний период город расцветает, клумбы, цветы. Заметно ли для вас это все и нравится ли вам это? Заметно, конечно. И мне это очень нравится. Очень. Способствует поднятию настроения? Еще как. Это очень здорово. И вообще, когда город зеленый и красивый, это хорошо. Прекрасно. Все замечаю. Большое спасибо администрации города. Действительно, очень много цветов высажено. У администрации там очень красиво и очень пахнет хорошо. Зелень и цветы всегда поднимают настроение. Красотища. Цветы, главное, разные. То тюльпанчики цветут, то какие-нибудь они утины глазки. Конечно, нравится. Кому же это не понравится? А летнее настроение поднимает? Летнее настроение поднимает. Хорошо бы еще, чтобы в черте города, где-то или около города, была зона, где можно было купаться. Я уже как бы престарелая, далеко не хожу. А вот в округе у себя замечаю, очень мне нравится. Все чисто, красиво. Детские площадки, спортивные площадки. Мне это очень нравится. И цветов много. И цветов много. И видно, что администрация заботится о населении. Летом это заметно, потому что на площадках, как все, облагородили, так сказать. Да, Никит? Да. Ты куда ходишь? Вот он кататься, вот ходит на самокатах, на скейтах. Все полезно для детей. Есть летнее настроение? Да. Даже в городе? Да. Да, погода хорошая, поэтому все замечательно. Сохранность всего этого великолепия в наших же руках. Бережное отношение к природе и к труду людей, которые работали над созданием яркого облика города. Юлия Погасен, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.